Это большое судно называли пахарем моря, ведь его помощью вылавливали мины. Трачек придумали прямо перед Великой Отечественной войной, однако изготовить не успели. Конструкцию корпуса пришлось дорабатывать уже в блокадном Ленинграде, где не было электричества. Плавить корпус до обтекаемой формы было невозможно, но конструкторы нашли решение – сделали его рубленным. Эта модель является уменьшенной копией оригинального судна. Ее можно увидеть на выставке в Центральной детской библиотеке, а также услышать рассказ о героях блокадного Ленинграда. Один из них – наш земляк Алексей Хлобыстов. Он единственный человек, который смог выполнить два воздушных тарана и при этом остаться в живых. Командир нашей группы идет в лобовую атаку, фронтальное столкновение, проекция в проекцию, только обломки в воздухе. Хлобыстов остается за старшего. Он понимает, что наших всего пятеро, что у фашистов нервы на пределе и тоже идет в лоб, тоже идет на таран. Столкновение, не проекция в проекцию. Хлобыстов правым крылом задевает фашиста, тот разваливается в воздухе. Американский истребитель «Тамагавка» оказался прочнее. Хлобыстов остается в воздухе. Но немцы понимают, что каждый из советских пилотов будет бить, будет идти на таран, нервы у них сдают, они бросают бомбы в тундре и поворачивают обратно. Самым грозным врагом немецких подводных лодок в годы Великой Отечественной войны был скромный серебристый самолет МБР-2. Он мог садиться как на обычную поверхность, так и на водную. Двигатель наверху, пушек нет. Только пулеметы, которые не оставляли врагам шансов. Это одна из 25 моделек боевой техники, которые представлены на выставке. Их оригиналы принимали участие в битве за Сталинград. Среди них знаменитый танк Т-34. Танк бесспорно считается лучшим за всю Вторую мировую войну, хотя у него были свои недостатки. Лобовая броня была не целиковая, в ней был люк механика-водителя, а это ухудшало защиту. Внутри танка было очень тесно и очень шумно, и даже пользоваться переговорным устройством было бесполезно. Все равно ничего не услышишь. Командир экипажа давил на плечо, скажем, на правый механика-водителя. Это означало, что нужно поворачивать на правый. Если следовал пинок к спину, значит, нужно увеличивать скорость. Вот так вот. К концу 43-го года танк претерпел модификацию. У него появилась более мощная пушка и отдельная командирская башенка. Одной из проблем блокадного Ленинграда было и то, что Финский залив очень хорошо простреливался. Отличная видимость давала преимущество врагу. Поэтому на базе обычных гражданских катеров сделали катера-дымзавесчики. Маленькие маневренные суда выпускали белый дым и оставались недосягаемыми для противника, чтобы могло спасти множество жизней. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».